Всех приветствую на канале, дорогие подписчики, телезрители. Я Роман Головин. Сегодня хотел продолжить свои рассказы о соли. Расскажу, что тема на самом деле очень интересная. История соли уходит глубоко в прошлое, когда и расплачивались солью вместо денег, и войны производились вместо денег. То есть выясняли отношения. Не разменная какая-то валюта была, а именно за соли даже сражались. И сегодня соль в нашей жизни имеет очень огромное значение. Есть различные соли, и белые, и розовые, и морские соли, и из Средиземного моря, из океана. Есть поваренная соль, неорганические. Есть живые соли, которые растут. Их правильно надо тоже выращивать, собирать, и так далее. Естественно, там живые минералы, которые воздействуют на наш организм. И не только там натрий, хлор, но и присутствуют в этих минералах другие различные минералы, которые не являются ни натрием, ни хлором. Большинству людей соль, в принципе, вообще не нужна, на самом деле. В обычной пище очень много соли. Вообще везде. В хлебе, в молоке, в различных тортах, пирожных, печеньях. Практически вообще везде. Везде, где пищевая и промышленность, химическая соединились, везде есть соль. Поэтому специально использовать, наверное, нет смысла вообще ее. Многие люди, они чувствуют себя не очень хорошо, когда много соли едят. Потому что, ну не знаю, за грамм, обычный человек грамм 20 за день. Человек создает грамм 20 обычной соли. Вот это очень много. То есть, ее надо убавлять хотя бы до одного до двух грамм, чтобы вы себя более-менее полноценно себя чувствовали. И поэтому надо стараться за ней следить. Да, я понимаю вкусовые пристрастия, там гурманы. Вот. Естественно, потом образуются различные заболевания, с которыми нужно бороться. Надо быть очень аккуратным с этими заболеваниями. И стараться контролировать. И смотреть, что мы кладем в рот. Итак, все-таки поваренную соль я не рекомендую есть людям. Вообще использовать не для соления, ни для супов, ни для второго, ни для чего. То есть, сразу выбросить и забыть. Есть морская соль, есть розовая соль. Допустим, возьмем розовую соль. Есть техническая розовая соль, есть природная розовая соль, так называемая. То есть, как ее можно проверить? Стакан воды берем, кладем туда кристаллики розовой соли, размешиваем. Если она не размешивается до конца, осадок выпадает. Это техническая соль. Ее нельзя есть. Я ее тоже техническую ел год и два. Особо ничего не почувствовал. Но многие специалисты, которые разбираются в соли, говорят, что это не очень хорошо. Кристаллики соли царапают стенки сосудов. То есть, микротравма происходит. Но это очень плохо, потому что если вы режете, например, кожу, то у вас рубец бросуется. Также у вас внутри сосудов образуются рубцы, как бы мини рубцы. То есть, это не есть хорошо. То есть, в крови течь по сосудам гораздо сложнее становится. А микротромбы могут образовываться. Особенно у тех людей, у которых есть склонность к этому. Кровь густая становится. Это опасность. Тромб, инфаркт, инсульт и все. И тело физическое перестает функционировать. Гималайскую соль, на самом деле, очень сложно выбрать. И далеко не во всех местах она продается. Есть специальные магазины. Сыроические, вегетарианские. Там ее с большей вероятностью можно найти. Так как эти люди, они интересуются своим здоровьем, питанием. Многие сами привозят из заграницы. Напрямую от поставщиков. То, что продается в обычных магазинах, как правило, она не настоящая. Есть, конечно, места, где можно найти, но гарантий нет. То есть, нужно вникать, откуда везут эту соль. Или там проверять ее периодически. Покупать, проверять. Ну, в принципе, можно заменить морской соли. Ничего страшного нет. Там, либо морской соли, либо океанической соли. Она тоже разная бывает. Крупного помола, мелкого помола. Есть, там, какие-то соли, например, с горным пример. Там серые соли. Ну, естественно, там их добавляют в специи различные. И на Кавказе, в других местах. А на то, если она натуральная, она тоже имеет место быть. Ее тоже можно использовать. И опять же, повторюсь, те люди, которые чисто питаются, то есть, в основном, растительная пища, да, они могут использовать чуть больше соли. И организм выдерживает такой нагрузки. Если же люди находятся на всеедении, да, то есть, очень много едят животных термообработанной пищей, то соль я вообще бы не рекомендовала есть. Но вы скажете, а как же есть суп с мясом без соли? А как же там колбаса без соли? Ну вот, видите, это такое питание, которое само по себе уже тупиковое, как бы. То есть, уже вызывает определенные проблемы со здоровьем. Рано или поздно они все равно возникают. Поэтому себя надо, ну, ограничивать по полной. То есть, где вы можете точно съесть без соли, туда соль точно добавлять не надо. Там, где не можете, ну, надо пока оставить. То есть, только так. И со временем, когда организм очищается, когда люди переходят на чистый растительный тип питания, естественно, они себя по-другому ощущают. И это зависимость. Любые специи, любая соль – это зависимость. От них не просто так избавиться. Это как сигареты оставить там алкоголь, наркотики. То есть, это пищевая наркомания, она самая сложная. Много людей гурманов, там, много людей любят поесть. Некоторые люди, как бы, попроще есть, которые относятся. Могут есть, могут не есть. Но таких людей меньше. Большинство на земле людей, они, да, любят вкусно поесть там. Так как апатия, депрессия, проблемы на работе, в семье, ну, как бы заедают свои проблемы. Естественно, соль, ну, это, наверное, последнее, от чего многие откажутся. Некоторые легче от сладкого отказываются. У некоторых, может быть, наоборот, кто-то может быть от соли. Проще отказаться от сладкого не может. Но все-таки большинство людей с удовольствием бы соль бы все-таки сохранили в своем рационе питания. Итак, все-таки я больше придерживаюсь все-таки морской соли. Она более оптимальна для нас по составу. И когда варите, что-то парите, жарите, лучше в конце посыпайте. Соль, потому как при температуре органические вот эти вот органическая составляющая превращается в неорганику. То есть оно хуже усваивается гораздо, а то и вообще не усваивается. Организм потом теряет больше энергии, чтобы вывести вот эти все токсины, шлаки из организма. Токсины, шлаки тоже в кавычки берем, потому что многие вообще не понимают, что такое токсины, шлаки. Скажем, те вещества, которые вообще не нужны человеческому организму, который его засоряет. Ну, мусор, грубо говоря, да. То есть каким бы мы языком ни говорили, какую терминологию бы не использовали, все равно это не нужно человеческому организму. Многие люди, они все на старость сваливают, что мол, вот мы старые становимся, у нас грязь накапливается, мусор в организме. Можно дожить до 80-90 лет совершенно полноценным человеком и выглядеть как в 40 лет и чувствовать себя прекрасным. Да, но мы всегда умираем, есть ресурс тела, но мы не для этого живем, а совершенно для других целей. Это тема отдельных лекций, поэтому все-таки нужно понимать, что мы должны использовать в своем рационе питания. Немножко, много и чего мы стараться должны вообще не использовать. Таким образом мы гораздо лучше себя будем чувствовать. Итак, заканчиваю это видео. Всего вам самого доброго и увидимся в новом выпуске. До свидания.